Всем привет, с вами Вета, и я продолжаю играть в университет в Sims 4. И это уже третья серия моего летсплея, и мы продолжаем следить за жизнью наших студентов, рыженьких наших брата и сестрички. И у нас уже раннее утро, они уже проснулись, потянулись, улыбнулись, и пошли, так сказать, заниматься своими потребностями. Я все-таки еще рассчитываю сделать им домашнюю работу, успеть и, в общем-то, отправить их уже на второй день занятий в университете. Да, Мигелю, Мигель, как у тебя дела? У тебя фигово повышается гигиена, но, видимо, ванна слишком уж плохая. Вон у нас тут Миранко себе приготовила какую-то выпечку из микроволновки, кстати, выглядит. Это, знаете, очень даже аппетитно. Интересно, похоже на что-то такое рождественское, знаете. И вот что до меня тут дошло. Оказывается, у наших ребят нет плиты. И, знаете, в следующий раз, когда мы будем проходить мимо киоска, я, может, даже посмотрю и, может, даже смогу купить им плиту. Я не знаю, продается ли она. Вот, также в прошлой серии мы купили себе школьную форму, но я, конечно же, забыла посмотреть, как она будет смотреться на наших симах. И забыла, в общем-то, добавить ее в наряды. А очень хотелось, если честно. Так, ой, занятие... Так, Мигель, слушай, а какое у тебя занятие начнется через час? Скажи, господи, слушайте, он еще в ванной моется. Мужик, ты совсем, что ли, с ума сошел? Так, занятие сила воды. Ай, мы не сделали домашнюю работу, Мигелюшка. Лучше б ты вонючий пошел, честное слово. Ладно, хорошо, давайте тогда сейчас я быстренько его отправлю куда-нибудь сюда, чтобы он, так сказать, был тут рядышком и чтобы на занятие мог пойти уже сразу же, а не опоздал, как Мирана. Да, слушайте, не успел, не успел он сделать домашнее. Че-то как-то я об этом не подумала, но зато у него есть по вот этому предмету завершенная домашка. Ну, в общем-то, мы посмотрим, как у нас обстоят дела и что будет, если мы вообще придем не со сделанным домашним заданием на занятия. Так, давайте сделаем основу работы на кухне, чтобы, так сказать, сразу. Ой, ну да, давай еще ручки помой, дорогая. Тратим с вами время непонятно на что. Кстати, интересно, а в календаре у нас показываются какие-нибудь мероприятия, связанные с университетом? Ну, видимо, видимо, все-таки у нас тут знакомство со знаменитостью, но как-то нам оно сейчас абсолютно неинтересно, и поэтому Миран у нас будет делать домашнее. Пришла, уселась на чью-то кровать. Тут у нас сосед спит. Она еще и причитает, бедная, на все это. Да, еда ей не понравилась в микроволновке. Так, ну хорошо, Миранг у нас занимается. Так, нет, пожалуйста, не надо болтать с соседом. Он тебе только все испоганит. Да, Мигель, походу, переоделся в жаркую погоду. И он хочет кушать. Он очень хочет кушать. Все, на занятиях в университете. Смотрите, он все, взял цетрадочку, взял свой конспект и побежал такой весь из себя. Довольный. Ну, не такой уж довольный. Слушай-ка, дорогой мой, у тебя же... Слушайте, у него же был велосипед. Чего же я так протупила-то? Так, ну все, он отправился на занятия вот в это вот здание. Да, но тут не самое главное, так что он будет пока что у нас на занятиях. И пока он у нас не помер с голоду, надо будет ему какую-нибудь еду передать в багаж. Так, вот жалко, что у нас нет нано-бака. Конечно, можно было бы его купить, но такое себе. Тут у нас, конечно же, пусто, да. Тут у нас пусто. Ладно, давайте тогда велик ему в багаж... А, мы не можем в багаж перетащить велик. Все, забыли, забыли. Так, ну что, дорогуша, как у тебя дела? Так, у нее, у нее, у нее, у нее занятия через 5 часов и 25%. Хорошо, давайте немножко ускоримся. Нет, я не хочу в коктейль-бар. У нас учеба, учеба, еще раз учеба. 50%. Мигель трудится достаточно хорошо. То есть, смотрите-ка, даже то, что у него сделана домашка, это ни на что не повлияло. Так, значит, у него через 3 часа второй предмет. У него завершена домашняя работа по нему. Так, давайте Мирана сейчас поможет своему братику, наверное. Значит, давайте дадим какой-нибудь бутерброд с ветчиной и сыром и засунем его к нему в багаж. Давай пока домашку оставь в покое. Так, что он там пошел делать? А, слушайте, он... Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. А, слушайте, он уже нашел себя покушать, так что все. Мирана, наш с тобой лайфхак ему уже не прокатит. Давай, сделай домашнее задание. Снова работа на кухне. Нет, все, все, нельзя. Нельзя. Давай лучше брату это отдадим. Может, брат у нас не наестся? Может, ему это... Ему еще пригодится, может быть. Ну ладно, если стухнет, значит стухнет. Слушайте, а в багаж он не убирается почему-то. Ну ладно. Нет, походу так не работает. Хорошо. Так, ну что, как у тебя дела с питанием? Ну, ему, скорее всего, этого не хватит. Ему, скорее всего, этого не хватит. Ты давай тогда... Так, домашка у него сделана. Какие у нас предметы завтра? Давайте сразу немножечко так это... Посмотрим, провести презентацию. Клеточная жизнь. Занятие через два дня, занятие через два часа. Ну, смотрите, у него домашняя завершена. В принципе, вот эти вот предметы мы можем сделать уже потом. Да, правильно, тарелочку положил на пол, конечно же. Скушай еще один бутербродик и пойдешь уже потихоньку на занятия. У нас тут колокола звонят. Так, и Мирана молодец, да? Мирана молодец. Хорошо, Мирана все сделала. Так, поболтать она хочет. Занятие через двадцать... Так, три часа занятия через три часа. Слушай-ка, дорогуша моя, вот ты у нас как раз-таки... Ты у нас должна курсовую работу сделать, так что давай-ка ты у нас отправишься делать курсовую работу. Все-таки в первой половине дня у нас как-то более-менее учебные, так сказать, дела. Вот, университет. Курсовые задания. Курсовая работа. Писать. Давай же, Ваня, изучение вкусов делай. Так, что делает у нас Мигель? Мигель у нас пришел болтать с продавщицей. Как тебя зовут? Так, занятие, на которое записано Мигель, начнется через час. А в какой, интересно... А, вот, в главном у него, в главном корпусе у него занятия. Давай, поедем на занятия раньше, пожалуйста, Мигель. Быть дружелюбным с Мираной он хочет обнять кого-нибудь. Ну, в общем-то, сможем обнять нашу сестричку. Ну, вот, все. Тут у него, слава богу, домашнее задание сделано, поэтому... Можем со спокойной душой отправляться на занятия. Кто-то у нас на велике проехался. Да, и мы как-то очень непродуманно тоже не взяли с собой велик. Слушайте, а нет, мы не в главное здание пошли. Мы пошли в то же здание, в котором мы были. Ладно, ты там как, без нас разберешься сам один? Надеюсь, что да. Ну что, как у тебя дела, Мирана? Как у тебя дела? Это, типа, у нее прогресс вот этой вот курсовой работы, как я понимаю, наверное. Слушайте, смотрите, какой настырный. Нет, не хотим мы прийти к тебе в гости. Ты живешь в Сулане, мы живем в другом городе, так что извиняйте. У нас тут это... Мы тут как бы высшее образование получаем. Ладно, я думаю, курсовую можно нам заканчивать. Господи, что с этой камерой? Это просто какой-то капец. Ой, я нашла киоск. Магель отправляется на занятия, молодец. Давай-ка мы с тобой, Мирана, посмотрим мероприятия, какие у нас есть. Все, все, перетрудилась, уже устала, уже все. Уже не хватает никаких сил на то, чтобы заниматься учебой. Все, теперь только на лекциях, на парах присутствовать и пытаться не уснуть. Да, Миран? Я хочу обязательно посмотреть, как она поедет на велосипеде. Смотрите, вот Миранка у нас молодец. Миранка у нас за времени даром не теряет. Миранка у нас на велике. Она у нас и худеет, и как можно быстрее передвигается. Да, вот она у нас как раз поехала уже на занятия. Но сейчас, я надеюсь, мы успеем изучить информацию о мероприятиях. Не знаю, кстати, вот худеют ли Симы от езды на велосипеде на самом деле. Просто как бы по факту, конечно, они худеть должны. Так, все, убрала велик в багаж. Умничка. Так, давай быстрее, давай быстрее. Мирана, Мирана. Не опаздывает. Так, гильдия ораторов через два часа. То есть это то самое, на что ходили мы. Рисование фигур. Безобразники Бридчестера. Вечеринка по случаю футбольного матча в УБ. Угу. Так, это два дня. Это три дня. Угу. Ну, в принципе, можно будет посмотреть. А интересно, например, в университет Фоксборо мы можем пойти на мероприятие? Так, это чисто по приколу. Надеюсь, что да. Так, ну все, они сейчас у нас пошли на занятия. Мирана у нас тоже пошла на занятия. Тут какой-то прилежный студент готовится прямо рядом с созданием к занятиям. Так, какие-то у нас опять достижения пошли. Так, ну что? Ладно, я, наверное, тогда подожду, пока кто-нибудь из них вернется с занятий, и уже тогда вернусь к вам. В общем-то, ждать у нас долго не пришлось. У нас уже пришел Мигель, и как только пришел Мигель, Мирана у нас ушла на занятия. И у нас вылезло сообщение, что Мигель с уверенностью сдает домашнее задание и выжимает из лекции все знания до капельки. Такое усердие наверняка будет вознаграждено хорошей итоговой оценкой за предмет. Видите, какой у нас умничка? Вот я еще в прошлой серии заметила, что он, в отличие от своей сестры, прям постоянно вот чуть что садился за домашнее задание, там постоянно что-то делал. Вот он опять делает силу воды. То есть, получается, сила воды это то, почему мы не сделали домашку. И вот он как раз, видите, видимо, наверстывает упущенное и усердно готовится. Так, ладно, давайте, наверное, мы его отправим сейчас домой. Где наш дом? Где наша общага, так сказать? А вот она. Вот она, наше общежитие. И, наверное, знаете, что мы попробуем? Провести презентацию. Давайте все-таки мы попробуем сделать презентацию. Собрать информацию. Давай, Мигелюшка. Давай, Мигелюшка, давай. Он положит уже, наконец, велик в багаж, чтобы, так сказать, всегда твой железный конь был с тобой. И отправляйся делать презентацию. Да. У них, как видим, вот одна вот эта вот дощечка на двоих. Ну, хотя у Мираны, например, в принципе, даже нет такого задания провести презентацию. То есть у нее только курсовые, и у него презентации и экзамены. Вот такие вот у нас дела. Так, Мирана у нас тоже вернулась с учебы. Так, и, наверное, давайте мы ее отправим тоже сюда. По потребностям у нас... Кстати, по потребностям нам бы лучше сейчас что-нибудь поесть. Подождите, Мирана. Я хочу какой-нибудь киоск найти. Вот. Купить предметы для университета. Давайте посмотрим, можно ли нам купить здесь плиту. Просто потому что, конечно, более продуктивно будет, если они будут готовить несколько порций, которые мы сможем убирать в холодильник. Так, так, это у нас вообще все. Что у нас есть? Обучение, товары для дома, украшения, другое. Я что-то боюсь, что нам вообще ничего не смогут такого предложить. Конечно, нам нужно было перестроить и прожить заранее, но я об этом не подумала. Вообще, в принципе, мы это можем сделать с кодом. Но я не знаю, хочу ли я. Слушайте, нет, плиты у нас никакой нет. И, кстати, по-моему, ноутбуки у нас немножко подорожали. Это мне, конечно, нифига не нравится. Мини-холодильник, микроволновая печь, нет. Плита, видимо, у нас вообще не рассчитано ничего на плиту. Су-су! Так, еще раз получим сведения о мероприятиях. Я хочу еще об оценках посмотреть, что у нас и как. И о семестрах тоже. Вот этого мы в прошлой серии не делали. И мне, конечно же, интересно все изучить. Ага, сейчас у нас проходит событие гильдии ораторов. Ей, в принципе, нужно получить навык дебатов. Так что давайте, наверное, может, сходим на это событие. В одиночестве сходим, никого брать не будем. А Мигелюшка у нас пусть занимается своей презентацией. Он, кстати, почти ее закончил. Так, что-то у нас такое... А, информация об оценках. В Бали за предметы в университете учитываются выполненные задания, изученные материалы за весь семестр. Студенты не смогут узнать свой общий балл до окончания семестра. Студенты всегда могут обратиться к своим преподавателям во время консультаций, которые проходят в учебных корпусах, чтобы приблизительно понять, на какой балл они могут рассчитывать. Вот что нам надо сделать. Сходить на консультацию. Так, посещение лекций, выполнение домашних заданий, работа с учебниками, выполнение курсовых работ и презентаций, посещение консультаций, освоение связанных навыков. Все это будет учтено. В общем, Бали. Ага, то есть, значит, нам, конечно, по-хорошему нужно почаще готовиться, почаще заниматься учебой. У нас опять пришли наши ораторы. Ой, что это такое? Вот что это сейчас бы... Что это за глюки? Мирана, что с тобой случилось? Скажи, пожалуйста, член гильдераторов. Слушайте, да, это те самые вообще люди. Я не знаю даже, имеет смысл нам сюда вообще приходить. Давайте попробуем, поизучаем какие-нибудь материалы по кулинарии. Так, а Мигель у нас пусть занимается. Не знаю, конечно, занимается, он не занимается. Сменить контроль, отправить сюда, общаться, забывать. Хочется себе, ухаживать за садом, которого у нас нет. Шаммирана у нас как такой более отстающий студент. Пусть посидит, поготовится. Вообще, что у нее тут? А, у нее занятия поживания, изучения вкусов и история видеоигры Бликблок. Давайте немножко пусть она поизучает кулинарию, потом ее мы засадим за домашку. А какой у нас предмет будет раньше? Давайте посмотрим. Так, опять к нам пришли какие-то студенты, наблюдать за дискуссией. Но нет, мы пока не будем ни за чем наблюдать, нас это только отвлекает. Жевание и изучение вкусов. Вот это вот у нас первое нужно сделать. И давайте, наверное, сделаем ей домашку по этому предмету. И, блин, у нас уже опять скоро день закончится. Прям вообще какая-то грусть печаль. Да, она кулинарию качает. А, нет, смотрите. Слушайте, она качает научные исследования и дебаты. То есть, смотрите. Она как бы сидит, ничего не делает. Она изучает свой предмет, но у нее качается навык дебатов. Слушайте, это классно на самом деле. То есть, мы можем качать навык просто, даже не участвуя вот в этом всем, в этих дискуссиях. Опять наши соседы. Соседы, соседи. Господи. Так, и у нее исполнилась, ну почти исполнилась ступенька жизненной цели. То есть, еще чуть-чуть, и у нас будет третий навык. Вот нехорошо ли это. Очень даже. Давайте посмотрим, что и потом нужно будет по жизненной цели сделать. Достичь пятого уровня навыка. Посетить лекцию приглашенного преподавателя. Закончить курс с пятеркой. То есть, это мы, как минимум, должны первый курс закончить, как я понимаю. Так, получить общий балл за семестр не ниже четверки. Обучать студентов. Получить диплом. Получить работу с дипломом. Угу. Так, ну и все остальное у нас еще связано с навыком. С этим. Ну хорошо, с навыком так с навыком. Ладно. Пусть она пока... Вот пусть сейчас эта полосочка доползет до конца. Пришла какая-то к нам еще, видимо, студентка. Так, изучая, так, тему кулинария пользы и удовольствия, Мирана получает навык кулинарии. Ну хорошо, получает, так получает. Тем не менее, у нас качался навык дебатов. И это просто супер. Слушай, куда ты пошла? А, она пошла поближе, так сказать, к аудитории. Тут у нас опять дамы спорят о чем-то. Ну, в общем-то, все то же самое, что у нас было с вами в прошлой серии. Архивариус. Если знание силы, значит, Мирана самый сильный персонаж в мире. Она столько всего знает, очень много. Ну, замечательно, что могу сказать, что она очень много всего знает. Ну, надеемся, что она все-таки сможет успешно как-то продвигаться по своему обучению в университете. Эти... Слушайте, симки, походу, зависли. Какая прелесть. Какая прелесть. 25%. Может, нам их прогнать как-то? Слушайте, вы только посмотрите. Все, все разошлись. Какой-то одинокий студентушка тут делает свою домашку. Может, кстати, с ним познакомиться? Я даже не знаю. Ага, домашку он делает, конечно. Круто он домашку делает. Вот только посмотрите. Вот где прилежный студент и где такой себе студент. Блин, вот мужик немножко все испортил. А, студент, вот этот студент у нас на форумах решил посидеть. Какие у них, кстати, ноутбуки-то классные. Вот просто, вот просто сразу видно, где у нас пример для подражания, а где у нас непонятно что. Блин, не умею особо управлять камерой в режиме табуляции, но надеюсь, что когда-нибудь научусь. Вот просто. Ничего, как там у тебя дела, дорогуша? Да, Мигеля мы сегодня решили оставить дома с расчетом, что он проведет свою презентацию. И она уже хочет есть. Ну как же так, Миран? Так, у него домашняя работа готова на 50. Давайте, может, попробуем познакомиться с вот этим вот персонажем. Спросим, мол, чё не учишься? Слушайте, они оба теперь засели за игру. Вот просто... Вот просто как это понимать вообще, скажите, пожалуйста. Она такая посмотрела. Такая, не, ребят, мне с вами как-то не о чем поговорить. Наверное. Давай, спроси у него чего-нибудь про учебу. Посмотрим. У нас такого действия еще с вами не было. Компанийская атмосфера, свойства участка. Жаловаться на преподавателя. Так, что мы еще можем сделать? Мирана узнает, что Ланард получает специальность биология. То есть, прям как ее братика, посмотрите. Прямо как ее братика. Жаловаться на уроки. Жаловаться на расходы на учебники. Ну, давай, пожалуемся. Хвастаться отметками. Я хочу какие-нибудь действия поделать, связанные с университетом. Но что-то пока особо не хвастаться отметками. Так, ясно, Мирана явно не хочет с ним общаться. Она хочет жрать. А жрать у нас тут особо... А, слушайте, давайте мы вот в столовке здесь купим какую-нибудь еду. Заказать еду. Прожаренный морской окунь. То есть, это еще и за бесплатно делается. Он вообще не может не радовать. Так, Мигель у нас явно прохлаждается. Презентацию он, конечно же, не сделал. Даже не знаю, в чем я с ним делаю. Слушайте, вот эти дамы у нас упорно продолжают ничего не делать. Может, конечно, их ресетнуть. Просто чисто, чтобы они ушли домой и не стояли тут как бедные родственницы. Я даже не знаю. А, ну все, Мирана. Все. Иди, заказывай еду. А, так вот какое действие у нас постоянно вылезало? Оказывается, она хотела заказать еду. А я даже и не знала. Она хорошо. Давайте отправим ее все-таки сюда. Пусть уж он тоже здесь поприсутствует. Э! Э! Это как понимать? Что, столовка закры... В смысле? Так, ладно. Хорошо. Они заказали еду там. Закажем еду где-нибудь в другом месте. Все-таки, как же у нас сделать подношение? Воспользуйтесь архивным хранилищем. Это вообще где? Я вот понятия не имею. Преподавать. Ой, нет. Нет, 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 нет. Я не буду ничего преподавать. Алло. Хотя, в принципе, знаете, у нас у Мираны есть такое действие. Следующая лекция. То есть нам еще нужно отслеживать, когда у нас... В какое время у нас проходят лекции у преподавателей? Да, конечно, мне все прям безумно интересно. Слушайте, нет, с этими ребятами нам точно не по пути. Просто посмотрите. Они, я не знаю, зачем поступили в универ. Они только играть гораздо, честное слово. Ладно, нам, наверное, имеет смысл наших симов отправлять домой. Просто потому, что уже много времени. Мы сейчас уже будем отправляться спать. И, наверное, нам нужно будет уже как-то заканчивать потихоньку серию. В общем-то, у нас учебные дни проходят очень даже пока что скучноватые. То есть мы тупо делаем домашку и ходим на мероприятия гильдии ораторов. Но знаете, вон у нас уже Мирана практически прокачала навык этих дебатов. А Мигель у нас будет как самый настоящий истинный студент посреди ночи делать домашнее задание по силе воды. А тебе вообще оно надо, Мигелюшка? Через 13 часов какая нафиг сила воды? Тебе клеточная жизнь нужно делать. Хорошо, давай делаем клеточную жизнь. Вот просто покажи пример этим ребятам. Хотя они, наверное, тут только шумят и будут мешать тебе своим присутствием. Слушайте, наверное, этих женщин надо ресетнуть. А то что-то мне они как-то не нравятся. Ну вот, как видите, они нам освободили место и разошлись по своим, так сказать, делам. Слушай, почему ты опять пешком фигачишь? Тебе же надо на велике поехать. Ну ладно, хорошо. Надо было его в туалет отправить, но я думаю, она уже сама во всем этом разберется. Да, причем одна из этих девушек, та, что помладше, она перед тем, как уйти, она издала неприличный звук и только потом решила покинуть это место. Как клеточная жизнь, занятие через 12 часов. Мы, конечно же, не провели никакую презентацию. Может, нам его как-то домой отправить? У нас, конечно же, баллов счастья. Баллов счастья нету нифига. 25, ё-моё, 225. Ну, у Миранг есть баллы счастья, но... Конечно, они нам мало чего дают. Ой. Ладно, надеюсь, она не описывается. Купить беговую дорожку. Ну нет, нужна тебе беговая дорожка. И так у нас денег... Не, денька, кстати, у нас вполне нормально. Я вот этого даже прям не ожидала. Играть в шахматы. Есть ли у нас здесь шахматы? Вот с тем, что столовка у нас закрылась, это, конечно, вообще отстой. Так, это у нас кто? Это у нас какой-то парень. А, это парень, который играл в игры или другой уже. Что-то я как-то особо их не запоминаю, если честно. Мирана! Всё, она ушла домой. Надеюсь, она там не умрёт от холода. Слушайте, как же быстро меняется погода. Вы только посмотрите, лето. Была сначала жаркая погода, теперь у нас морозная погода, и Миранка наша чуть не замёрзла. Так, дружок, давай-ка ты тоже отправляйся домой. Ну да, для кого придумали велосипеды? Я не знаю, если честно. Так, у него всё ещё письмо о поступлении в универ хранится. И у него, кстати, хранится мячик. А я хотела, чтобы он позанимался с мячиком обязательно. Так, ну, в общем-то, Мирану мы отправляем спать. Мигеле, наверное, мы тоже потихонечку отправим спать. Но я всё-таки хочу, чтобы он закончил презентацию свою. Как видим, ему осталось совсем чуть-чуть. То есть сейчас он завершил, получается, домашку по клеточной жизни. И он практически завершил презентацию. То есть, в принципе, у него с этим предметом очень даже неплохо обстоят дела. Давайте посмотрим, что он тут такое делает интересное. Что-то уронил уже, бедный. Ну, смотрите, неплохо. Так он даже прям реально картинки, то есть даже не от балды натыкали, а действительно связанные как-то с биологией, с клетками. Вот я тут прям вижу там всякие вот эти вот молекулы ДНК, там всякое вот это вот дело. А, ну всё, собственно, сделаем презентацию. И, наверное, тоже сейчас пойдёт спать. Да, он пойдёт спать. Хотя мы с вами, наверное, закончим на этом серию. Вот смотрите, какие нам доступны действия теперь. Репетировать презентацию. Ага, провести курсовую презентацию в рабочие дни с 8 до 16.30. То есть вот так вот у нас обстоят дела. Так, улучшить и упорядочить. Ой, уже умирано занятие через час. Блинский, блин, она у нас есть хочет. Что ж такое-то? Вот, конечно, как только мы начинаем уделять всё внимание учёбе, у нас очень плохо всё с потребностями. Надо, конечно, с этим что-то делать. Ладно, ребят, увидимся с вами в следующей серии. Попробуем мы в следующей серии провести презентацию с Мигелем. Попробуем вот все вот эти вот действия сделать. Мирану мы, надеюсь, успеем накормить как-то до начала занятий. И я подумаю, что нам... Нужно ли нам покупать плиту или нет. Кстати, можете написать своё мнение в комментариях, что вы думаете на эту тему. На эту тему, в принципе, я думаю действительно попробовать как-то добавить общежитие. Не знаю, или может как-то ещё по-другому. Короче, не знаю, не знаю. Всё. Если вам понравилась серия, то можете поставить палец вверх. Можете написать какой-нибудь комментарий под видео. И подписаться на мою группу в ВК, если вас там ещё нет. Всё. Спасибо большое всем за просмотр. До встречи в следующей серии. И всем пока-пока.